Слово – это самое мощное оружие, которым владеет человечество. Не каждый может верно использовать его. Необходимо настоящее мастерство, чтобы обратить слово во благо. Но кто сказал, что писать по-настоящему интересные и волнующие материалы может только профессиональный журналист? Раскрыть свой талант и реализовать творческие амбиции предлагают пишущим авторам издательства «Вечерняя Казань». Принятие участия могут не только профессиональные журналисты. Мы на самом деле призываем к тому, чтобы заявлялись и студенты, и люди, которым просто интересно работать с текстом и со словом. Поэтому ожидаем, что вот у нас 1 сентября начинается прием заявок, что именно на этот конкурс будут заявляться в большинстве и в массе своей именно люди, которые не так сильно вовлечены в журналистику, а именно люди, которые просто интересны, которым просто работать с текстами. Сама премия посвящена Андрею Гаврилову, основателю и первому главному редактору газеты. Идея создания конкурса связана прежде всего с желанием увековечить его имя. Нам, безусловно, было важно, чтобы это имя среди журналистов, молодых журналистов, опытных журналистов, вообще, в принципе, в медиа среди Казани и Татарстана, оно оставалось на слуху, и чтобы мы о нем не забывали. Поэтому, ну, наверное, это самое такое, что напрашивалось на ум, это, да, придумать премию и назвать ее премией Гаврилова. Новизна, актуальность, творческий подход. Вот он, рецепт идеального материала. Организаторы конкурса отмечают, что принять в нем участие смогут жители регионов Поволжья, не только Татарстана. Люди, которые нас привлекут и которые нас заинтересуют своим умением красиво и необычно, нетривиально излагать свои мысли, мы, конечно же, таких людей постараемся привлечь к работе с нами, если им это будет интересно, и в первую очередь будем исходить из их желаний. Но от нас, конечно, предложение будет поступать участникам конкурса. Я думаю, что, ну, это, в принципе, очевидно, да, что конкурс нужен еще и для того, чтобы найти как раз-таки таких людей и привлечь их к себе в команду. Конкурс проводится по нескольким номинациям. Главный материал – острая тема, лучший материал по версии читателей. Победители получат денежный приз. Помимо этого участники конкурса смогут прислать свои сценарии. Победитель специальной номинации от «Юнивер ТВ» сможет реализовать свой проект для трансляции на телеканале. Этот конкурс поддержал Казанский федеральный университет и телеканал «Универ ТВ». И мы очень рады, на самом деле, что вы вышли с инициативой привести свою номинацию, потому что помимо основных трех номинаций будет еще специальная номинация, которая связана именно со сценарным, с режиссерским взглядом. И люди, которые работают сценарием, я думаю, что они также должны активно заявляться к этому конкурсу. И если они хотят как-то творчески реализоваться, то как нельзя лучше им это подойдет. Прием конкурсных работ продлится до 31 октября. Итоги будут подведены и оглашены в период с 1 по 15 декабря. Всю актуальную информацию можно найти на официальных ресурсах «Вечерней Казани». Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ Ньюс. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов.